В Доме народного творчества стартовал 53-й конкурс любительских фильмов «Земля Тверская», который в этом году приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В показе участвуют игровые документальные фильмы, репортажи с места событий и музыкальные клипы. С конкурсными работами познакомилась и наша съемочная группа. Из 122 работ, присланных на конкурс по решению отборочной комиссии, финал вышли 55. В этом году за призы боролись как видеообъединение Тверской области, так и фильмы из разных уголков нашей страны, от Владивостока до Крыма. Что, в общем-то, удивительно, наверное, для этого фестиваля, потому что, в принципе, он задумывался как фестиваль о нашей малой родине, о Тверской земле. Но мы рассматриваем проведение этого фестиваля в этом году как такую концепцию, когда каждый регион рассказывает о своей малой родине. Конкурсную программу фестиваля оценивает профессиональное жюри, состоящее из специалистов кино-видеотворчества. В этом году председателем жюри впервые стал актер театра и кино Тарас Кузьмин. Это очень большая ответственность. Я пока даже не представляю, что я увижу. Я с трудом себе это представляю, потому что я не знал, что такое огромное количество фильмов производится еще и в нашем регионе. Плюс я знаю, что прислали из других регионов в этом году очень много фильмов. С большим любопытством иду и надеюсь, что получу какое-то даже удовольствие. Может быть и какие-то новые знакомства с талантливыми ребятами, с которыми, возможно, мы в рамках каких-то проектов сотрудничаем. У фестиваля нет возрастного ограничения. Каждый может принять в нем участие. Все работы, как детские, так и взрослые, оцениваются жюри на равных. Однако зачастую большинство участников – это школьники, которые демонстрируют свой взгляд на мир. Я могу сказать, что дети вообще поражают иногда глубиной своей мысли. Нам, взрослым, порой кажется, что они там делают, в интернете круглыми сутками сидят. А на самом деле нет. Их головушки бурлят мыслями, идеями, порой очень гениальными. И меня лично каждый год что-то в них допоражает. И каждый год не похож на прежний. После показа фильмов для начинающих кинематографистов будут проведены мастер-классы. Организаторы рассказывают, что кинолюбительство способствует развитию творческой личности подрастающего поколения и носит значимую воспитательную нагрузку.